Здравствуйте! В эфире программа Трибуна в студии Владимир Нестеров. И наша сегодняшняя передача целиком и полностью посвящена внутреннему туризму, нашей традиционной рубрике от Камчатского края до Калининградской области. И мы сегодня будем говорить о Кабардино-Балкарской республике. И у нас в гостях Мухарби Ульбашев, член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Верхней Палате Российского Парламента Мухарби Магомедович представляет Кабардино-Балкарскую республику. Мухарби Магомедович, здравствуйте! Добрый день, Владимир, спасибо за представление. Давайте поговорим подробнее о Кабардино-Балкарии в советское время в очень популярном туристическом направлении, спортивном, альпинистском, всевозможном. Можно перечислять, наверное, в бесконечности. Поэтому не секрет, что Кабардино-Балкария обладает огромным, колоссальным туристическим потенциалом. Давайте вот прямо на вскидку подумаем о чем, ну что приходит в голову при самом названии республики Кабардино-Балкария. Конечно, в первую очередь город. Ну и республике, конечно, очень повезло в этом плане. Семь пятитысячников, включая Эльбрус, высочайшую точку Европы. Расскажите, как развивается туристическая составляющая региона, на что сегодня делается акцент? Вы правильно отметили, республика действительно обладает очень большим потенциалом. Есть амбиции стать одним из лучших оздоровительных центров страны в республике. И одна из первоочередных задач, которые ставит перед собой руководство Кабардино-Балкарии, ее глава Юрий Гоков, на ближайшие годы, это создание качественных условий, комфортного отдыха, проживания, одного миллиона посещений туристов и отдыхающих. Это действительно, вы правильно отметили, из восьми пятитысячников на Северном Кавказе, семь пятитысячников приходится на Кабардино-Балкарию. В том числе самая высокая вершина в Европе, Эльбрус, это также Кабардино-Балкарская республика, центр Кавказа. В республике насчитывается 11 зон с разной специализацией и направленностью. Мы представлены географически от степи, широколиственных лесов, гор и гор заснеженных, где снег и лед круглый год. Это крупнейшие ледники Северного Кавказа, да также представлены горные части республики. Практически каждый может найти в республике то, что ему по душе. В соответствии с этим организовать свой отдых. Так, для любителей спокойного, тихого отдыха, с лечением будет интересный санаторно-курортный комплекс «Нальчик». Оздоровительно-лечебные комплексы «Джилысу», «Аушугер». На курорте «Нальчик», к примеру, имеется 18 минеральных источников с огромным дебетом минеральных вод в сутки. В свою очередь, для приезженцев более активного отдыха в горах подойдут альпинистский комплекс «Безенги», горно-реакреационный комплекс «Криэльбуси», известный многим в Российской Федерации, да и не только. Прикоснуться к многовековой истории Кабардино-Балкарии помогут археологические, туристические комплексы «Верхняя Балкария», «Верхний Чигем». Потрясающие по красоте Чигемские водопады, Голубые озера, Долина Нарзанов. Это известные бренды еще советского периода, они у многих на слуху. Надо сказать, что в вопросе развития туристской инфраструктуры республика постоянно движется вперед. Здесь включен большой потенциал и частные инициативы. Так, в настоящее время очень активно проходит обустройство зон «Эльбрус» и «Чигет», вводятся в эксплуатацию новые очереди канатных дорог, идет обустройство расширения горнолыжных трасс, завершены пусконаладочные работы самой высокогорной в России канатной дороги на склонах «Эльбруса», высота которой 3847 метров, это практически подножие приюта «Одиннадцати», тоже очень известного и культового места, которое знают многие альпинисты, стартовый отель или точка самого «Эльбруса». Практически, если это раньше, раньше требовалось очень много часов, чтобы дойти до этой точки, сегодня туда можно подняться на комфортабельной канатно-кресельной дороге. Это, конечно, большой прогресс. В ближайшей перспективе запланировано развитие санаторно-курортного комплекса «Нальчик». В числе, ну, какие там меры сейчас планируется провести, это реконструкция источников минеральной воды, трубопроводов, решение многих других вопросов. Также предполагается создание цельного комплекса автотуристического кластера «Зарагиша». Это должен быть по задумкам уникальный центр, не имеющий аналогов в России. Он нацелен на предоставление широкого спектра услуг туристам, прибывших на своих машинах, на своем транспорте. Это от Краснодарского края, Ростовской области, Ставрополя, близлежащих субъектов Российской Федерации, могут на своем транспорте приехать и получить там все необходимые услуги. В планах строительства СПА-комплекса на территории, прилегающей к озеру Тамбукан, которые находятся на границе Кабардино-Балкарии и Ставропольского края, зоны Кавказских минеральных вод, созданием собственного фармацевтического, косметологического производства на основе натурального сырья. Практически вся грязь целебная, которая разводится по санаториям Кавказских минеральных вод, она получается из этого уникального озера. Что касается санаторно-курортных комплексов и альпинистских лагерей, то здесь стоит задача не столько в создании новых объектов, сколько в реконструкции тех объектов, которые были созданы в советский период. И здесь есть над чем работать, и эта инфраструктура очень значительная, и сейчас предстоит все это приводить в соответствие с требованиями спроса сегодняшнего дня. Давайте остановимся конкретно на типе отдыха. Вы много говорили, то есть это однозначно санаторно-курортное лечение, то есть это оздоровительный отдых, это с учетом, опять же, новой канатной дороги и тех мест, грубо говоря, которые круглогодично находятся снегы, это, безусловно, наверное, горнолыжные какие-то, горнолыжный отдых, наверное, альпинизм, я полагаю. Спортивный туризм. Спортивный туризм, альпинизм. Что еще, какие типы еще отдыха предлагает Кабардино-Балкария? Кабардино-Балкария и частный сектор, который вкладывается в эту отрасль, он старается новые интересные программы реализовать в Кабардино-Балкарии. Это интересные маршруты, связанные с передвижением через несколько ущелий в горной части на джипах. То есть и на джипах, и, наверное, пеший туризм. И пеший туризм. Это известные в свое время маршруты через Кавказский хребет в Закавказье, они проходили вот через Центральный Кавказ. Это было связано и с переходами в Грузию, это было связано с переходами в область Сочи, в Абхазию. И они имели статус всесоюзных маршрутов. И десятки, и может даже сотни тысяч туристов, они имели возможность на такое времяпровождение. И сегодня значительная часть, с учетом обстоятельств по госгранице, этих маршрутов сохранено. Ну то есть чем занять свой досуг в Кабардино-Балкарии, конечно же, есть. То есть даже по поводу того, что, допустим, утром или днем человек пошел, покатался на лыжах, вечером совершил приятную прогулку, придя домой в номер, если у него еще останутся силы, он сможет найти себе развлечение по большому счету. Да, безусловно. Но все, что касается зимнего туризма, он, конечно, сконцентрирован на горнолыжных видах спорта. Это, конечно, и досочники, это и горнолыжники, это и альпинизм зимний. Это достаточно требовательный и суровый вид спорта, но он и сегодня имеет очень много приверженцев. Вот. Взойти на Элибрус зимой и летом, это говорят разные истории. И с точки зрения зимнего восхождения, здесь тоже очень много желающих, кстати, со всего мира, и с Российской Федерацией в частности. Давайте остановимся подробнее, может быть, на гостиничном фонде Кабардино-Балкарии. Вот что ожидать туристу, который приедет на отдых? Вы уже частично затронули эту тему, может быть, повторим. То есть это проверенные временем советские санатории, может быть, современные гостиничные комплексы, а вполне вероятно, может быть, какие-то небольшие семейные отели, вот что представлено? Ну, в том числе и то, и другое. Сегодня, ну, помимо, собственно, объектов, там просмотра, к которым привязаны вот эти инфраструктурные объекты, а их более ста объектов просмотра, есть очень много отелей частных. Частные объекты, они как семейные, так и крупные отельные комплексы, они рассчитаны на разный карман, на разного потребителя, но вместе с тем можно найти под любой карман объект размещения. То есть под любой бюджет, в принципе, да? Под любой бюджет, да. Под любой бюджет. Если говорить об объектах, я бы упомянул голубое озеро в Черекском ущелье, которое находится на высоте 820 метров. Оно уникально само по себе, потому что глубина его составляет 254 метра. Температура круглый год стабильна 9 градусов. И вот, допустим, на базе этого озера есть известный дайвик-центр. Вот с точки зрения, чем заняться. И при этом, что зимой, что летом, температура этого озера, воды в озере одинаковая. То есть абсолютно нет разницы, когда именно погружаться. Да, и при этом, в связи с тем, что вода насыщена сероводородом, она имеет такой голубой оттенок, поэтому его и называют голубым озером исторически. Еще один немаловажный вопрос, это, конечно, логистика и транспортная доступность. Это важнейшая составляющая любого бизнес-проекта. И, конечно, туризм здесь не исключение. Легко ли добраться до курортов Кабардино-Балкарии? И расскажите, как развивается транспортная инфраструктура? Кабардино-Балкария имеет достаточно удобное расположение в связи с тем, что это Центральный Кавказ, имеет развитую дорожную сеть. Это позволяет легко и быстро доехать до любой точки республики. Приехав, допустим, в столицу Кабардино-Балкарии, можно добраться как самолетом, поездом, так и автомобильным средствами. Перелет занимает от Москвы около двух часов. Если быть точными, то 2 часа 20 минут. Есть прямой перелет? Есть прямой перелет. Но я бы сказал, что есть еще рядом и два крупных аэропорта других. 120 километров это Минеральные воды, и аэропорт Беслана это 90 километров от Нальчика. Спасибо большое, Мухарби Мгомедович, за то, что вы нашли время, пришли к нам в студию. Я уверен, что у большинства наших слушателей, по крайней мере тех, кто еще не было, а может быть когда-то бывал в Кабардино-Балкарии, вновь появилось желание посетить эту республику. Республику.